Петровское сельское поселение – одно из крупнейших в нашем районе. В нем проживают почти 14 тысяч человек. Здесь есть школы, детские сады, больницы, которые обслуживают около 7 населенных пунктов района. И есть проблемы, которые необходимо решать. На днях Роман Синеговский встретился с главой Петровского сельского поселения Владимиром Михаленко, чтобы обсудить итоги работы за 2013 год на подведомственной ему территории, а также наметить пути дальнейшего взаимодействия. Розана Ефремян с подробностями. Глава поселения поделился с Романом Синеговским планами по развитию своей территории и озвучил основные проблемы, с которыми петровчане сталкивались на протяжении последних лет. Вот прошел, значит, много в станице было сделано. Я знаю, вы активно чистили ерек, участвовали в краевых и федеральных программах, плавустройство занимали санитарным порядком, с жителями работали, обращений очень много было, и совместные вопросы приходилось решать. Скажите, пожалуйста, какие основные проблемы остались, что удалось сделать, что не удалось, вот ваше видение, пожалуйста, ситуации какой-то. Во-первых, я же не будем говорить последних 30 лет по очистке общественной эреки. Мы с вами много, приходил я к вам вместе с специалистами гидротехники, как разрешить этот вопрос. Значит, решение принято было правильно, вы взяли в лизинг экскаватор, проплачиваете механизатор. Мы, в свою очередь, люди сложились на дистопливо, администрация взялась на себя обязанности по, значит, на бульдозерные дела для того, чтобы проходил. То есть, если хорошая погода, в этом году, возможно, мы его... Владимир Михайленко отметил, что за последний год ситуация изменилась в лучшую сторону. Часть вопросов по ремонту дорог и уличному освещению удалось снять, благодаря своевременному вступлению в краевые программы софинансирования. Отдельно главы обсудили вопрос об обеспеченности петровского поселения местами в детских садах. Я знаю, что мы в 2013 году плотно поработали по 22-му садику. В целом удалось очередь разрузить? Значит, я скажу, что в большой степени да. Мы запустили 22-й садик, значит, спасибо вам огромное. Открыли дополнительную группу в 25-м садике, в 52-м садике. И будем говорить, что очередь, которая была порядка 380 детей, она сегодня сократилась до минимума. Если проблема с местами в дошкольные учреждения постепенно решается, то вопрос с Петровской участковой больницей, здание, которое не ремонтировалось около 20 лет, стоит так же остро. Есть, будем говорить, сознательные предприниматели в станице Петровской, значит, и руководители предприятий, которые по ходу, значит, помогают проводить текущий ремонт. Иван Алексеевич Сирота, руководитель завода Приазовского строительного бригада, практически каждый год косметику делает в коридорах, значит, Петрорис помог оборудованием, столами, кроватями. Значит, Белара, Лариса Васильевна Белова, значит, помогла под сильными принадлежностями. Помимо того, что там проходим увеличение, там у нас еще реабилитационный центр, так называемой социальной койки. Их 24, где люди после операции проходят восстановление. Ну и те люди, говорят, бездомные, бомжи, невозможно человеком бросить на улице не оказанного помощи. Кроме того, выполняя наказы избирателей, депутат Государственной Думы Иван Демченко помог в ремонте кровли, канализационной сети, отопления внутри двухэтажного здания одного из больничных корпусов. Это яркий пример правильного взаимодействия муниципальной власти с бизнесом и депутатами. Ведь принимая участие в ремонте больницы, депутаты предприятия прежде всего повышают качество жизни своих односельчан, отметил Роман Синеговский. Районная власть, в свою очередь, не оставит без помощи самую большую станицу. Тем более, что в Петровскую больницу едут лечиться жители соседних населенных пунктов. В просьбе жителей, значит, я считаю, что есть необходимость в этом году отремонтировать хотя бы первый этаж, потому что нам нужно переводить туда лабораторию, отделение скорой помощи. И будем думать сейчас, как из районного бюджета найти деньги для того, чтобы этот первый этап работы выполнить. Надеюсь, что в последующие годы мы капитально ее дальше отремонтируем. Поэтому направлений в работе очень много. Еще раз повторюсь, и делается много, я вижу, что с желанием... Рузанна Ефремян, Михаил Варгулев, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...